Привет всем! Сегодня у нас сказка Феодорина Голь. Скачет сито по полям, а корыто по лугам. Вы когда-то видели, чтобы корыто по полям ходило. За лопатой метла вдоль по улице пошла. А вы когда ходите по улице, видели, чтобы лопата с метлой по улице ходили. Топоры, топоры, так и сыплятся с горы. Испугалась коза, растопыряла глаза. А у вас тоже глаза вот такие, как у козы? Вот не, у нас нормально, эта коза их так большими сделала. Что такое? Почему? Ничего, ничего, я не пойму. Ну, как черная железная нога побежала, поскакала кочерга. Да, тут правильно написано, кочерга на ногу похожа. И помчались по улице ножи. Эй, держи, 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 держи. И кастрюля на бегу, закричала утюгу. Я бегу, бегу, бегу. Удержаться не могу. Да, как тяжело бежать, да еще и утюгу кричать. Вот и чайник за кофейником бежит. Тараторь, тараторь, дребезжит. Утюги бегут, покрякивают, через лужи, через лужи перескакивают. Да, смешно, когда утюги крякают, а еще и через лужи прыгают. А за ними блются, блются, блются. Дзинзля, дзинзля, вдоль по улице несутся. Дзинзля, дзинзля, на стаканы дзы натыкаются. И стаканы дзы разбиваются. Да, жалко, а стаканы красивые. А и блются красивые. Нельзя разбиваться. И бежит, бренчит, стучит сковорода. Вы куда, 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 куда? А за нею вилки, рюмки да бутылки, чашки да ложки скачут по дорожке. Да, скакающие ножки. Из укошка вываливается стол и пошел, 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 пошел и пошел. А на нем, а на нем, как на лошади вверху, самоварищи сидит. И товарищем кричит. Уходите, бегите, спасайтесь. И в железную трубу бу-бу-бу-бу-бу-бу. Да, ничего себе. Стол бежит, а на нем, как на седле, самоварищи сидит. А за ними вдоль забора скачет бабушка Федора. Ой, 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 воротитеся домой. Да, жалко бабушку Федору. А посуду еще жаль. Она же ведь сама виновата. Она же за посудой-то не ухаживала. Но ответила корыто на Федору. Я сердито, рассердилась корыто. И сказала кочерва. Я Федоре не слуга. И правда. Зачем быть слугой Федоре? А фарфоровые блются над Федорою смеются. Никуда мы никогда не воротимася сюда. Да, конечно, они себя ведут неприлично. Но все равно виновата бабушка Федора. Тут Федороны коты расфуфырили хвосты. А вы видели, как ваши коты расфуфыривают хвосты? Да, это смешно. Побежали во всю пулить. Что? Что бы посуду воротить? Эй, вы, глупые тарелки! Что вы скачете, как белки? Вам ли бегать за воротами? С ворубьями, с желтоуротами? Вы в канаву падете. Вы утонете в полумаде. Не ходите, погодите. Воротитеся домой. Так, а коты тоже хотели для Федоры позаботиться. И вернуть в блюдце тарелки, да стаканчики домой. Но тарелки вьются, вьются. А Федоры не даются. Лучью в поле пропадем, а к Федоре не пойдем. Ну как же они так могут? Они же пропадут. Совсем не думают. Посмотрим, что дальше. Мимо курица бежала и посуду видала. Кут-куда, кут-куда? Вы откуда и куда? И ответила посуда. Было нам у бабу худо. Не любила нас у нас. Била, била нас у нас. Запылила, закуптила. Загубила она нас. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу Загляни-ка ты в ушат, тараконы там кышат. От того мы от бабы убежали, как от жабы. И гуляем по полям, по болотам, по лугам. А к неряхи за моряхи не воротимся. Да, видите, как медный таз обижен. В бочке лягушка, в катушке тараканы. И они побежали лесочком, поскакали по пням и по кочкам. Долго им интересно еще так скакать да скакать. А бедная баба одна и плачет, и плачет она. Сидела бы баба за стол, да сто за ворота ушел. Сварила бы баба щи. На кастрюле пуди пыщи. И чашку ушли, и стаканы. И остались одни тараканы. Ой, горе, Федоре, горе. Жалко бабушку Федору. Она осталась с тараканами противными. Поками да мухами. А посуда вперед и вперед по полям, по болотам идет. И чайник шепнул ему, я дальше идти не могу. И заплакали плюц. Не лучше ли вернуться? И зарыдала корыть. Увы, я разбит, разбит. Да, жалко посуду. Она очень-очень устала. Но блюдца сказала. Гляди, кто это за нами позади? И выйдет за ними из темного бора. Идет ковыляет Федора. Но чудо случилось, а с ней стала Федора добрей. Тихо за ними идет и тихую песню поет. Ой, вы бедные сироточки мои. Утюги и сковороточки мои. Вы пойдите ко мне мытые домой. Я водою вас умою ключевой. Я поищу вас песочком, покачаю кипяточком. И вы будете упять, словно солнышко сиять. А поганых тараканов и повыведу, и повыведу. Крусаковый пауков я в головы мету. И скакалка сказала, мне Федору жал. И сказала качерка, ох, она бедняжка. И сказали блюдц, надо повернуться. И сказали у тебя, мы Федоры не враги. Долго-долго целовала и ласкала их она. Поливала, умывала, поласкала их она. Видите, как бабуся Федора изменила. Уж не буду, уж не буду. Я посуду убежать. Буду, буду я посуду и любить, и уважать. Засмеялись о кастрюле, самовару подмигнули. Ну, Федора, ну, Федора, так и будет. Рады мы тебя прости. Полетели за звенем, так Федоре прямо впеть. Стали жарить, стали петь. Будут, будут у Федоры и блины, и пироги. А метла-то, а метла весела. Заплясала, заиграла, заняла. Да, ни блин, блинку Федора не уставила. И обрадовались блюдца. Дзын-зля, дзын-зля. Федора все-таки изменилась. Полюбила всю посуду. И танцуют, и смеются. Дзын-зля, дзын-зля. А вы, позже себя посуду моете, напишите, пожалуйста, про это в комментариях. А на белой трубочке, да на вышитой салфеточке, самовар стоит, словно жар горит. И пыхтит, и на бабу поглядывает. А Федорушку прощай, с татким чаем угощай. Кушай, кушай, Федора, Егорова. Вот такая интересная была у нас сказка про Федорина Воль. Напишите в комментариях, какую сказку вы хотите услышать от меня еще. Всем пока! Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и не забывайте оставлять комментарий. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!